На него не делается акцент, но он важный. Особенно он важен, он будет важен еще в конце времен тоже, в самом конце времен. И он, конечно же, важен сейчас в отношении к этой Алии, потому что эта Алия с точки зрения духовного состояния еврейского народа, она вызывает у людей, не учитывающих многие факторы, она вызывает полное недоумение. И поэтому многие раввины и некоторые христиане, находясь в другой крайности, говорят, что Бог не мог евреев без покаяния привезти в землю, и Бог не мог народ в таком состоянии восстановить в земле, и Бог не мог иметь отношение к созданию такого Израиля, как сейчас. Но мы не боги, нам нужно изучать Слово Божие, и нам нужно по Нему сравнивать, с Ним сравнивать все, что мы видим, слышим и воспринимаем. И согласно Слову Божьему, да, утешайте, утешайте народу, говорит Бог ваш, говорите к сердцу Иерусалима, возвещайте Ему, что исполнилось время борьбы Его, что за неправду Его сделано удовлетворение, ибо Он от руки Господней принял вдвое за все грехи Сына. И здесь мы понимаем, когда еврейский народ пережил самую страшную катастрофу в своей истории, нацистскую катастрофу, Бог тут же утешил его восстановлением Израиля, на земле Израиля. Он утешил его не только этим, но этим в особенности. Хотя духовное состояние Израиля оставалось и остается плачевным, какой вопрос? Хороший вопрос. Мы можем толковать его по-разному. для нас сейчас, если сравнить это с современным таким контекстом, то это можно истолковать очень просто. Время, во-первых, бесплодной борьбы, во-вторых, без сильной борьбы и как результат борьбы, в результате которой народ постоянно нёс поражение. давайте ограничимся тем, что я сказал. Я отвечаю на вопрос, как я могу ответить. хорошо? Есть ещё ряд пророчеств в Писании, которые говорят о таком условии возвращения и обращения Бога к своему народу. как бы... как бы... например, в 61 главе Исаии говорится... Знаменитое 61 главе Исаии говорится... Дух Господа Бога на мне... Знаменитое 61 главе Исаии говорится... 6 стиха... Вы будете называться священниками Господа, служителями Бога нашего будут именовать вас. Будете пользоваться достоянием народов и славиться славой их. То есть, если вы были раньше как бы поношением среди народов, да, и позорищем для них, и народы грабили вас и обирали вас, то теперь всё... то теперь будет как бы наоборот, но только в таком Божьем смысле. Вы будете пользоваться достоянием народов и славиться славой их. И 7 стих... За посрамление вам будет вдвое, за поношение они будут радоваться своей доле, потому что в земле своей вдвое получат. Веселье вечное будет у них. То есть, их возвращение здесь и их процветание на земле Израиля связывается с их поражением, с их поношением, с теми бедами, которые они перенесли раньше. Вы понимаете, да, здесь вот этот момент? Есть много-много пророчеств на эту тему. Поскольку я не ставлю своей целью сейчас вообще разобрать все места Писания, я думаю, это как бы нереально. Я просто, ну, может быть, еще кое-что прочту на эту тему. Еще кое-что прочту. Дам. В знаменитой 54 главе Господь говорит, «Возвеселись неплодные они рождающие, воскликни возгласи не мучавшиеся родами, потому что у оставленных гораздо более детей, нежели у имеющих мужа». Опять как бы Дева Израиля противопоставляется именитым, царствующим, огромным народам. И говорится, что наступит такое время, когда у той, которая была оставлена, у той, которая была отвергнута, как будто бы на самом деле окажется больше детей, чем у тех, которые внешне были наиболее благословенными. И дальше. «Ибо как жену, оставленную и скорбящую духом, призывает тебя Господь, и как жену юности, которая была отвержена, говорит Бог твой, на малое время я оставил тебя, но с великой милостью воспряму тебя». Опять подчеркивается, что вот ты пережила то-то и то-то и то-то, но я воздам тебе несравненно большими благодеяниями, чем те беды, которые ты перенесла. Обратите внимание. Здесь не говорится о земле, но я просто показываю вам принцип Божий. Это очень интересный момент. Знаете, с чем это перекликается? Сильно перекликается с учением Нового Завета. «Многими скорбями надлежит войти нам в Царствие Небесное». Нет. «В жару гнева я сокрыла тебе лицо мое на время, но вечную милостью помилую тебя», говорит Искупитель твой Господь. «Бедная, бросаемая бурей, безутешная, вот я положу камни твои на рубине и сделаю основание твоей сапфиром. Твои жалкие камни я поставлю выше рубинов. Драгоценные камни будут основанием для твоих камней, которые кажутся такими жалкими». Да, и вы знаете, есть такого рода пророчества у разных пророков. У разных пророков. И есть знаменитое пророчество о том, что Господь помилует страдальцев Своих. Я говорю знаменитое так часто, потому что я касаюсь таких глав, таких мест Писания, которые постоянно упоминаются, постоянно на слуху, на эти места Писания идут проповеди, учения. Но я хочу вам сказать, что все эти места Писания первоначально и навсегда, в первую очередь, говорят о евреях, об Израиле. Их можно применять ко всем верующим Нового Завета, но это никогда не отменяло и не отменяет и не отменит их первоначального конкретного смысла. Они говорят о народе Божьем, о физических потомках Авраама, Исаака и Якова и о всех присоединившихся к ним. Амин? Я это напоминаю, друзья, напоминаю вам. И вот это важное условие, важное условие, неявное условие, как бы условие или объективное, или пассивное по отношению к Израиле. То, что они перенесли. Те мучения и страдания, которые они перенесли от других народов. Бог говорит, для меня это приближает время вашего избавления. И я не допущу, чтобы эти страдания стали чрезмерными. Я не допущу, чтобы народы, издевавшиеся над вами, растоптали вас. И те народы, которые не остановились и не покаялись, сами будут унижены, поражены и даже растоптаны. А вы подниметесь, и вы расцветете. И ваша пустыня станет, как сад. И сад поднимется, как лес. Тридцать пятая глава и сад. Итак, есть вот это вот место. Еще я одно хотел прочитать вам. Вот оно здесь же, в этой книжечке. Я хотел из этой книжки прочитать, чтобы вы могли... Это Исайя 49, с 12 стиха. Это, по-моему, у нас 13 стих. Радуйтесь небеса, и веселись земля, и восклицайте горы от радости. Ибо утешил Господь народ свой и помиловал страдальцев своих. Смотрите, на что тут сделан акцент. На страдание народу. На страдание народу. На страдание народу. И здесь не говорится, что это страдание мучеников за веру. Здесь просто говорится, что это страдание его народу. Даже если они были обречены на эти страдания из-за своих собственных грехов. Даже если так. И Господь говорит. Радуйтесь небеса, веселись земля, восклицайте горы от радости. Ибо утешил Господь народ свой и помиловал страдальцев своих. Это очень сильно перекликается с 40 главой Сайи. А Сион говорил. Оставил меня Господь, и Бог мой забыл меня. Это очень четко описывает еще недавнюю ситуацию с евреями по всему миру. А Бог говорит, я обязательно утешу вас. Верну вас. Даже вы это говорите. Даже вы мне не верите. Даже вы думаете, что я вас забыл, отвернулся от вас. И моя любовь не действует. Но вы увидите, как я начну перед всеми народами поднимать ваше знамя. Потому что я уже помиловал страдальцев своих. Вы страдали из-за того, что отвергли меня. Но несмотря на это, во всех ваших страданиях, я не давал врагу добить вас. Не давал врагу добить вас. Потому что я видел время восстановления вашего. Это очень такой важный момент. Это милость Божья. Это просто милость. Вы знаете, это та самая безусловная часть Божьего Завета с Авраамом, Ицхаком и Яковом. Те самые безусловные основания этого Завета, которые вечны и которые не могут разрушиться никем, ни одним из людей, включая самих евреев. Каждое поколение либо избирает Господа, либо отвергает Его. Но в каждом поколении каждый человек либо избирает Господа, либо отвергает Его. Но Господь, даже если ряд поколений полностью Его отвергнет, никогда не отвергнет Израиль, как вечный народ перед Его лицом. И Он говорит, вы перенесли вдвое за грехи ваши. И мера ваших страданий исполнилась. И я утешаю теперь вас. Потому что я помиловал страдальцев своих. Даже в ваших страданиях за ваши грехи. Я все равно вас люблю. И вы для меня мои. И Он говорит это в книге, которая написана для всех народов. Дана еврейскому народу. Но теперь распространена по всем народам. И каждый верующий в Господа Израиль может прочесть это. И понять, насколько сильна Его любовь. И сдаться Его любви. И сокрушиться, пересмотреть в частности свой взгляд на Израиль. Безусловная Божья любовь вечна. И Он никогда не отменит свою любовь. Никогда. И вы знаете, также по отношению к своим детям, к нам, которые заключили с Ним завет. Если мы действительно искренне пришли к Нему. Если мы действительно отдали свои грехи на Голгофский крест. Если мы родились от Духа Его. Если мы вошли в воду завета. Господь заключил с нами вечный завет. И пока мы еще живем, даже если мы отвергли Его на какое-то время. Даже если мы стали отступниками. Его любовь продолжает призывать нас домой. Его любовь продолжает касаться нас. И продолжает обращаться к нам. И сколько бы мы не перенесли из-за наших собственных проблем неверия, сомнений, страхов. Особенно грехов. Бог говорит, я готов утешить страдальцев своих. Потому что они для меня все равно свои. Мой Дух все равно живет в них, даже если Он угашен. И я не оставлю моих детей, пока есть хоть малый шанс их спасения, возвращения и победы в моей любви. То, как Господь ведет Израиль через эти века и даже тысячелетия страданий. Это пример того, как Он хочет вести каждого из своих детей, из каждого народа. И в 15-м следующем стихе Он говорит, забудет ли женщина грудное дитя свое, чтобы не пожалеть сына чрева своего? Но даже если и найдется такая, то я не забуду тебя. Он говорит, что его любовь к его народу, она сильнее. Она глубже, чем безусловная, вроде бы, материнская любовь к грудному младенцу. Скажите, пожалуйста, а мать, нормальная мать, обычная нормальная мать, она любит младенца только если он не плачет и не кричит и не писается? Или она любит его по-любому? Скажите, пожалуйста. Самая обычная неверующая мать заботится о младенце, даже если он не очень хорошо себя ведет. Как вы считаете? А Бог говорит, а моя любовь еще намного сильнее и глубже. И эта любовь, она нерушима. Даже если вы куда-то, куда-то запулились, куда-то вы попали, забыли обо мне, я не забуду тебя. Это один из потрясающих вечных уроков отношения Бога со своим народом Израилем. И те христиане, которые обижаются на Бога из-за того, что Он так любит Израиль, они тем самым ставят себя в положение дураков. Потому что если бы Бог забыл Израиль, то, конечно же, Он может забыть любого из нас. Но если Бог говорит и исполняет, что Он никогда не забудет свой народ, значит, Он никогда не забудет и не оставит нас. Аминь. С чем я вас, кстати, и поздравляю. Потому что, друзья мои, хотя в это странное условие, о котором мы сейчас говорили, входит понятие справедливости, Но главное в этом условии – милость и любовь. Милость и любовь. Настоящая любовь Агапе. Еврейские слова Агава, Хен, Хесет, они передают как бы части, как бы составляющие вот этой любви. Греческое слово Агапе, оно лучше это описывает. Греческий язык, вообще, он самый в мире разнообразный язык для выражения любви. Есть 11 греческих слов, которые, ну, в древнегреческом языке, я не знаю, как в новогреческом, которые выражают разные аспекты любви. А там, если широко, то еще больше. Я хочу вам сказать, ну, каким бы язык ни был, Бог всегда один. И любовь Его включает в себя все, что люди могут сказать о любви, стоящей, я имею в виду. Перевернуть. Все, что люди могут сказать стоящее о любви. Но все, что люди могут сказать стоящее о любви, все это не исчерпывает Божию любовь. Потому что любовь Божья, она включает в себя все это, но еще несравненно больше. Все то, что не может быть выражено ни одним из человеческих языков. Это одна из причин, возможно, почему нам нужны иные языки, которые ум не понимает, но сердце отзывается. Такая у него любовь к Израиле. И поэтому никто из его детей не может, не должен переживать по поводу его любви к нам. Никто из нас никогда по-настоящему живя на земле не сможет понять эту любовь. Но каждый из нас может и должен приближаться все больше и больше к сердцевине этой любви. К его собственному сердцу, из которого эта любовь исходит. Каждый из нас должен тянуться к источнику этой любви. Каждый из нас должен погружаться в того, который есть сам любовь. Каждый из нас должен открываться этой любви. Каждый из нас должен восходить на ее высоту. Погружаться в ее глубину, расширяться, чтобы вместить ее широту. И простираться, чтобы охватить долготу. Опять я говорю по молитве Павла из 3 главы Ефесян. И все равно каждый из нас должен знать, что познаем мы эту любовь по-настоящему только тогда, когда увидим его лицом к лицу. И это должна быть наша цель. Если наши цели замыкаются на земле, мы еще ничего не поняли о его любви. Мы только, не буду говорить ничего, мы 100% не поняли главного из любви Божьей. Вот. Поэтому, если в служении евреям мы концентрируемся на земном Иерусалиме и на здешней земле Израиля, мы выпускаем главное. Поэтому истинный христианский сионизм – это тот, который устремляет евреев и каждого к небесной обитованной земле, к небесному Иерусалиму. Тому, который приближается, грядет, стремится ко всем нам. И в котором будет место, обитель для каждого из Божьих детей. И который будет простираться широко и далеко. И наполняться сиянием Бога Живого. Потому что Бог там будет вместо солнца и луны. Поэтому-то Бог в Библии, в своем слове, когда Он пишет о восстановлении Израиля, о возвращении Его. Хотя во многих местах Он говорит о возвращении на землю. Главный акцент Он делает на возвращении к Нему, к Нему самому. Главный акцент Он делает на своей милости, а не на заслугах Израиля. Главный акцент Он делает на обращении, покаянии, преобразовании народа изнутри. И главный акцент Он делает на сердцах народа, а не на том, где будут жить их тела. Аминь. Вот если и мы будем делать в нашем служении еврейскому народу те же акценты, которые делает всемогущий Господь. Тогда и мы с вами не ошибемся. Тогда и наше служение это будет служение от начала до конца по благодати. И мы будем вводимы Его Духом. И мы будем преследовать не свои цели, а Его. И мы будем угождать в первую очередь не людям, а Богу. И мы не будем подписывать бумаг ни с какими израильскими или другими властями, где мы обязуемся не говорить с евреями об их Боге. Тем более не будем гордиться такими позорными подписями. Аллилуйя. Аллилуйя. Слава Богу. Царь Израиля. Ты просвещаешь наши умы. Ты просвещаешь нас. Прежде всего просвещаешь наши сердца. Царь Израиля. Дай нам подчиняться Твоему благому господству во всем. Дай нам принимать Твое Слово таким, каким Ты хочешь вложить его в наши сердца. Боже, пусть не только буква, но и Дух Твоего Слова наполнит нас и вытеснит всякое превратное понимание. Освободит нас от отупения и предрассудков. И даст нам ясно видеть тот путь, которым Ты нас ведешь и даешь нам вести Твой народ. Слава Тебе, Господь. Пусть никогда земные цели не заслонят от нас вечных. Пусть никогда земные благословения не заслонят от нас вечных. Пусть никогда земной Иерусалим не станет для нас таким же важным, как небесный. Пусть никогда земной успех не посмеет заслонить от нас истинный успех, вечный успех, единство с Тобой навеки. Слава Тебе, Боже, за то, что Ты меняешь нас. И пусть никакие человеческие мнения, никакие учения, никакие проповеди, никакие книги, никакое движение, даже массовое, не отвратит нас от Слова Твоего. Не отвратит нас от познания Твоего Слова и познания Тебя через Слово Твое. Боже, помоги каждому из нас принять ответственность за свой выбор. Помоги каждому, кто еще не принял эту ответственность, взять ее на себя. И помоги каждому, который принимал и незаметно оставил восстановиться. И помоги понять, что возрастание в Твоем Духе, восхождение к Тебе, познание Тебя, раскрытие Твоей любви, неотъемлемо в возрастании ответственности перед Тобой, и перед Твоими слугами, и перед теми людьми, которых Ты нам даешь. Аминь. Друзья, скажите, пожалуйста. Давайте мы сейчас сделаем маленькое голосование. Все, пожалуйста, закройте глаза. Скажите, пожалуйста, те из вас, которые учатся здесь, никто вас не снимает, камера меня снимает. Вижу только один я. Все, пожалуйста, закройте полностью глаза. Скажите, пожалуйста, те из вас, которые пришли сюда учиться для того, чтобы посвятить себя служению, спасению евреев, могли бы поднять руку? Вы пришли сюда учиться. Вы не здесь прибыли такой целью, а пришли сюда с такой целью. Вы заранее имели такую цель, идя сюда. Спасибо. Скажите, пожалуйста, а те из вас, которые пришли сюда учиться, Здравствуйте. О, там я попрошу... Брат, ты тоже с закрытыми глазами сидишь, да, в окошке? Там, в окошке спросите, тоже закрывай глаза, когда я попросил всех закрыть глаза. Пожалуйста, обязательно надо закрывать глаза, тоже, когда я прошу. Потому что это такое условие, иначе нет смысла мне. Вот я не хочу, чтобы люди это делали. Я хочу видеть. Это я для себя. Я не буду говорить, поверьте, я не буду говорить, кто, в какой категории, никому. Если вы мне разрешите, я потом скажу количество только, только количество. Хорошо? И то только с вашего разрешения. Если вы мне не разрешите, я вообще ничего не буду говорить. Значит, пожалуйста, все снова закройте глаза. Все снова закройте глаза. У меня не Орлиные глаза, но я так замечаю, кто не закрыт. Все, пожалуйста, закройте глаза. Второй вопрос. Скажите, пожалуйста, кто из вас уже учась понял, решил и принял эту цель служения, спасения евреям? Пожалуйста, поднимите вашу руку. Уже учась здесь. Спасибо. Спасибо. Скажите, пожалуйста, кто из вас, скажем так, сомневается, что это будет в вашем служении? Опять-таки, я сейчас наблюдаю, никто не смотрит, все нормально. Никто не смотрит, ни под каким видом. И мне помогает наблюдать за этим. Спасибо, Андрей. Я вам скажу, каким образом Андрей помогает мне наблюдать. Он стоит там в конце, отвернулся к залу спиной, просто наблюдает за теми, кто там в конце. Чтобы они были закрытыми глазами. Хорошо. Скажите, пожалуйста, кто из вас сомневается в том, что его призвание служить спасению еврейского народа? Поднимите, пожалуйста, вашу руку. А кто считает, что это не его призвание? Поднимите, пожалуйста. А кто из вас воздержался на все эти голосования? Поднимите, пожалуйста. Спасибо большое. Хорошо. Все. Можно открывать глаза. Сколько у нас тут людей в зале? Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать, тринадцать, четырнадцать, пятнадцать, шестнадцать, семнадцать, восемнадцать, девятнадцать. Кто из присутствующих не учится здесь? Ага. Не учится трое, да? А вообще 16, да? 16, правильно я посчитал? Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать, тринадцать, четырнадцать, пятнадцать, шестнадцать, ой, я это не посчитал, извините. 17, 18, 19, 20. 20 человек. Можно вам сказать цифры или не говорить? Как вы считаете? Кто за то, чтобы я сказал цифры только? Кто против, чтобы я говорил цифры? То есть я тогда могу сказать цифры, да? Цифры такие. Среди тех, которые пришли сюда уже с решением служить спасению еврейского народа, пять человек, тех, которые по ходу обучения решились служить спасению еврейского народа, я все время говорю спасению. Что-что? Нет, я сказал, ну, я, как я задавал вопрос, так я и задавал. Если мы сейчас начнем поправлять мои вопросы, то мы вообще все потеряем. Вот. Шесть человек, это одиннадцать, да? И трое не учатся, но они участвовали в голосовании. Скажите, вы к себе это относили, это голосование? Относили. Только, может быть, один брат не относил, да? Да. То есть один, только из присутствующих, только один не относил. Значит, девятнадцать человек в целом. И один воздержался. Давайте просуммируем. Пять плюс шесть, сколько одиннадцать, да? Плюс один, сколько? Двенадцать. То есть семь человек воздержались, но решились даже на вопрос о том, что они воздержались, не поднимать руки. Все. То есть, я хочу вам сказать, это не только среди вас такая интересная пропорция. В нашей общине похожие вещи. Советский страх сидит в людях. То есть, этот страх диктует, если ты никак себя не проявишь, ни на что не ответишь, то, по крайней мере, тебя никто ни за что не прицепит. Потом тебя никто не споймает на разговоре. Тебя никто за слово не споймает. Поэтому лучше, чтоб там не говорили, а ты сиди вот так. Но при тех вопросах, которые я задал, это просто глупо. Позиция семи из вас, она настолько смешная. Я же спрашиваю, а кто воздержался? Ну, уже здесь же можно было. Я же-то вижу, кто воздержался. Почему? Вы до такой степени запуганы, кем и чем, что даже явно воздержавшиеся не поднимали руки, когда я спрашивала, кто воздержался. Только вот один наш дорогой брат смело поднял руку, что он воздержался. Правда, интересно? Подумайте, пожалуйста, об этом. Это действительно важно. То есть, в целом, 11 человек уже на данный момент имеет решение служить спасению еврейского народа. Из 19. 8 еще такого решения не имеет. Но среди 8, по крайней мере, есть один, который как бы признает, что он воздержался. Слава Богу. Я, кстати, ему очень благодарен. Я ему какой-то приз хочу приготовить. Потому что, не, а что вы смотрите? Я не сказал, какой брат. Почему вы смотрите на одного брата? Я вообще сказал, брат. Там братьев цельнокучка. Хорошо. Служите. Надо молиться. Потому что, на самом деле, как я понимаю, задача этого института, она очень конкретна. Какая задача этого института? Скажите, пожалуйста, кто-то из учащихся. Да? Очень просто. Входит ли в задачу этого института дать какие-то общие представления кому-то? Просто так? Ну, как бы. Нет. Входит ли задача выдать какие-то дипломы просто? Чтобы люди были с дипломами? Нет. Входит ли задача просто освободить христиану от антисемитизма? Нет. Да? То есть, это по ходу дела неплохо. Это нужно, чтобы это необходимо, но это не главная задача. Главная задача, чтобы все, кто учится здесь, чтобы они вошли в служение спасения Израиля. Служение восстановления Израиля. Я думаю, что вам нужно молиться об этом. Тем более тем, кто заканчивает в этом году обучение. А кто заканчивает в этом году обучение? Поднимите, пожалуйста. Нужно молиться? Что-что? Все воздержанты заканчивают обучение. Нет, я шучу, конечно, шучу. Шучу. Нет, я не буду объяснять, как распределились руки между вами. Не буду объяснять. Кстати, я хочу вам сказать, я даже специально и не смотрел. Просто кого-то случайно так. Потому что не мое это дело. Мне интересна статистика в неличном плане. Я вам обещал, что я не буду рассказывать. Не руководству института, не как распределились. А если я не буду рассказывать, то зачем мне это? Поэтому я уже сейчас, я почти не помню, кто, как голосовал. Серьезно. Я вот уже по лицам, ну я может быть человек трех-четырех помню. А больше, ну честно скажу. И то больше так географически просто порасположу. Но я не сосредотачивался на лицах, чтобы запоминать, кто, в какой категории. Потому что если вы думали, что я там, ага. Нет, это не честно. Мне это не нужно. Я хочу с вами быть открытым. Вы открыты со мной. И я хочу быть с вами открытым. И выдержать свои обещания, чтобы это никак вас не подставляло. Все. Хорошо. Слава Богу. Я вас поздравляю. С тем, что по крайней мере 11 человек среди вас уже имеют это понимание и решение. Ну кто знает, может быть, кто-то из вас, кто-то из вас примет решение за день, кто-то после получения диплома, кто-то после получения диплома. Вы знаете, очень бы хотелось, чтобы все люди, которые столько времени уделили этому обучению, серьезно относились к его цели. Мы в свое время прекратили такое углубленное обучение в нашей общине. Потому что мы обнаружили, что большая часть людей, ходящих туда, это как раз те, которые описаны в послании к Тимофею. Без конца учащиеся и никак не могущие дойти до познания истины. Среди них было, среди этих людей было человек 20 с чем-то, таких старательных, которые вели все конспекты и ничего не делали. Они готовы были учиться без перепынку. Они готовы были учиться до опупения. Им нравился этот процесс, как тому гусару, понимаете? Им нравился процесс, но плоды их не интересовали. И нам такой гусарский подход к обучению, он нам не интересен, понимаете? Он нам не интересен. Но гусар, по крайней мере, был честным. Вы помните этот неприличный анекдот, который я имею в виду, да? Все взрослые, могу рассказать, спрашивают гусара, вы любите детей? Он выражает суть того, о чем я говорю. Те люди, которые учатся ради процесса, они хороши в различных светских учебных заведениях. Но там, где учатся верующие, нужно делать процент таких людей меньше и меньше. Потому что Бог никого не учит, просто чтобы человек получил удовольствие от учебы. Вы слышите, да? И Бог предупреждает нас, чтобы мы не попали в капкан современной тяги к знаниям. Бог предупреждает нас об этом. В частности, в послании Якова. Первая глава с 22 стиха. «Будьте же исполнители слова, а не слышатели только, обманывающие самих себя. Ибо кто слушает слово и не исполняет, тот подобен человеку, рассматривающему природные черты лица своего в зеркале. Он посмотрел на себя, отошел этот час, забыл, каков он. «Но кто вникнет в закон совершенный, закон свободы и пребудет в нем, тот, будучи не слушателем забывчивым, но исполнителем дела, блажен будет в своем действии». Не написано «блажен будет в своем слушании», не написано «блажен будет в своем учении», не написано «блажен в сборе информации», не написано «блажен в своих умных вопросах и в получении мудрых ответов». «В чем будет блажен?» «Только в действии, которое исходит из слышанного с правильными мотивами, принятого с правильными мотивами и усвоенного с правильными мотивами слова». Понимаете, какое дело? Так что нам нужно определиться в этом плане. Если мы столько времени теряем, сил, денег, это с одной стороны. С другой стороны, те, которые это организовали, столько сил тратят, времени, тоже денег. А у нас самое главное – это интересно, ну и вообще побыть здесь, и вообще как-то что-то. То, может быть, мы упускаем, упускаем главное во всем этом. И Господь предупреждает, если мы с таким подходом входим в слышание и учение, то мы будем забывать слышимое. Вы понимаете, о чем тут еще говорится? Что от того, какие у нас мотивы, какие у нас цели, какой у нас подход к учению зависит, как мы его, во-первых, поймем, во-вторых, как мы его усвоим, и, в-третьих, как мы его запомним. И если у нас нету цели превратить это в действие, принести плод этим словом, то мы его, во-первых, можем слабо понять. Здесь этого четко нету, но это подразумевается, и это можно увидеть из других мест Писания. Во-вторых, мы его не усвоим, прича сеятеля. И, в-третьих, мы его потеряем, если даже усвоим, забудем. Понятно? А потом он говорит, ну что, учили нас, учили, плохо нас учили, не мотивировали, не то, не сё, поэтому я забыл. Да я вот это вот, это говорил, там непонятно. Может быть, может быть, все мы, как учителя, несовершенны. Я, как говорится, так вообще. Если я вот себя сравню с настоящими там учителями и проповедниками, я не могу найти такой низкий плинтус, которым бы я мог равняться. Но дело же не только во мне, дело же не только в тех, которые вас учат и вам говорят. Дело в вас, которые слушают. И вы, вы являетесь решающим фактором в этом процессе. Это то, что я с первого дня пытался вам на разные лады показать. Вы являетесь решающим фактором в этом процессе. Написано, что даже из ничтожного можно извлечь великое. А если тем более не всё ничтожное, то тем более вы можете получить великий плод, если вы учитесь для плода, а не просто ради процесса или чтобы как-то перебить время, или потому что сами не знаете, что делать. Понимаете? Поэтому, друзья, взрослейте и возложите на себя ответственность за ваше ученичество, помня, что написано. «Не может быть моим учеником тот, кто не отверг себя, не взял креста своего. Не просто верою принимает мой крест, но через мой крест взял свой и не идёт за мной». «Сколько тут условий? А? Сколько? Двое? А у кого? Кто больше? Три. Какие? Правильно. Почему? Потому что, конечно, все они связаны, но, друзья мои, некоторые из нас думают, что они отвергли себя, что они взяли крест и сидят. Сидят и никуда не следуют. Слушайте? Я не говорю, что мы всюду должны бежать, но написано «последовать за ним». Нельзя последовать за ним, не отвергнув себя, не взяв свой крест. Но если ты действительно отверг себя и взял свой крест, то тебе нужно действовать, 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 следовать за ним, а не просто, не просто пребывать в процессе обучения чему-то. Амин? Слава Богу. Друзья, вы попали в особенную Божью струю в его потоке последнего времени. Помазание на служении спасения евреев совершенно особенное. Я это снова и снова повторяю. Я это понял в свое время из Библии. Никто мне это не сказал, никакой книги я это не прочитал. Я говорил это в Израиле, в одной Тель-Авивской общине, и американские, европейские верующие возмущались в голос, и некоторые поднялись и ушли. В Тель-Авивской общине я говорил это, и там такое произошло. Пастырь с женой не могли их остановить, не могли их успокоить. Знаете, что это? Я говорил то, что я вижу в Слове Божьем. В общинах, главная цель которых, спасение евреев, особенное, большее помазание, чем в нормальных, прекрасных церквах. Я не говорю, что общины уже научились этим помазанием пользоваться. Я скажу даже так, КПД использования этого помазания в наших общинах, он пока вот такой. Есть церкви, у которых нам нужно учиться, и учиться, и учиться, и учиться, и учиться. Потому что они используют то помазание, которое у них, на очень высоком проценте. А мы, то большее помазание, которое у нас, в очень малой степени. Но, дело в том, что это помазание, это объективный фактор, не связанный с нами, как с личностями. Он связан с тем делом, которым мы занимаемся, если мы им действительно занимаемся. И я очень кратко скажу. Скажите, пожалуйста, с самого начала Библии, какие категории людей были особенным образом выделены, как особенно благословенные? Какие? Значит так, ты и твои потомки будут благословены. Есть вторая категория. Те, которые будут тебя благословлять. Я их особенно благословлю тоже. Давайте рассмотрим эти категории очень просто. Кому это относится? К евреям и тем, которые благословляют евреев. Скажите, в какой мере это относится к церквам, к христианам? А еще в какой-то мере относятся? Послание к галатам и другие места. Прочтем. Надо это помнить. Мы не должны себя замыкать и отделять от единства тела Мессии. Друзья мои, еврейские, мессианские общины никогда не должны быть прежде всего еврейские. Они всегда должны быть прежде всего мессианскими. Слышите? Потому что ни один еврей еще никогда не спасся из-за того, что он еврей. Но любой человек может спастись через веру в еврейского Мессию. И спасается. И как мы выяснили, только по вере в еврейского Мессию спасаются все. И евреи, и не евреи. Поэтому приоритеты должны быть расставлены четко. Все наши общины, всякое наше служение, касающееся евреев, в первую очередь всегда должно быть мессианским или же христианским. Слышите? Не надо бояться слова христианские. Хотя в общении с неверующими евреями и с новыми евреями, конечно, нужно желательно говорить мессианские, говорить другие выражения, которые не вызывают у них рефлекторное отторжение. Итак, послание Галатам, третья глава, с 13 стиха. Христос, Машех, искупил нас от клятвы, проклятия закона, сделавшей за нас проклятием. Ибо написано, проклятся, к висящей на древе. Для чего? Чтобы благословение Авраамова через Христа Иисуса, Мессия Иисуса, распространилась на язычников, на народы, чтобы нам получить обещанного духа веры. Да? Итак, распространилось благословение Авраама на народы или нет? А? Это была одна из целей великого искупления совершенного Господа. Это была одна из целей. Правда? Так написано, да? Оно открылось для всех народов, но приходит к тем из них, которые приходят к нему. Да? Скажите, пожалуйста, а какое главное благословение здесь показано? рождение свыше и исполнение Духом Божьим. Правда? Дар Святого Духа. И в нем, конечно, все, включая вечную жизнь и так далее. Это для всех. Но остаются специфические благословения именно для еврейского народа. То есть потомков Авраама по плоти и тех, кто на протяжении веков к ним присоединился. Есть, остаются. Итак, перед нами категории людей, которые выделены в особое благословение. Это потомки Авраама. во-первых, по плоти и во-вторых, по духу. Так? И благословляющие потомкам Авраама по плоти и благословляющие потомкам Авраама по духу. Есть? Это главные категории благословений Божьих. Правда? Согласно его слову. Теперь посмотрим, что в обычных церквах, самых прекрасных, в христианских обычных церквах. Есть там благословения, обещанные потомкам Авраама по духу. Алло, есть или нет? Аминь. Однозначно. Есть там благословения, обещанные тем, кто благословляет потомкам Авраама по духу. Конечно же. Ясно. Да? По определению. То есть эти две категории благословений там присутствуют. Вопрос. А есть ли там категория благословений, обещанных физическим потомкам Авраама? Обычно нету. евреи. если там есть некоторые евреи, обычно они там присутствуют не как евреи, а просто как христиане. В большинстве церквей. В большинстве церквей. Евреи, даже если церковь очень хорошо относится к евреям, они никаким образом как бы их еврейство там не раскрывается и даже правильным образом не выделяется. Так? Ну и нам не нужно требовать от церкви, чтобы они это делали. Зачем? Некоторые возмущаются церквами и требуют, чтобы церкви там с каждого еврея делали шванцпарад. Это неправильно. Понимаете, в церкви это делать, но это когда ты его увидишь, ты его узнаешь. Хорошо. В Одессе ты задаешь такие вопросы. Парень, тебе нужно съездить на Урал. Хорошо. Слушай, это не то, что это плохо. Это не то, что что-то плохое говорит о церквах. Это просто объективная ситуация. Тем более, что когда в церкви, например, на 100 человек есть один или два еврея, то, ну, вы понимаете, да? Понимаете ситуацию? Это все равно, что мы говорим про какой-то город, где есть один или два еврея на 100 человек, и мы будем говорить, что этот город покрыт еврейскими благословениями. Ну, смешно просто. Значит, там фактически, по факту, в обычных церквах отсутствует благословение потомков Авраама по плоти. Теперь, последняя категория. Как насчет благословений благословляющих евреев? Здесь может быть по-разному. Некоторые церкви уделяют этому большое внимание, и молятся, и благословляют. Некоторые церкви уделяют меньше, некоторые никакого внимания не уделяют. То есть, у некоторых церквей по этой категории могут быть достаточно серьезные благословения. Да? А теперь посмотрим на еврейские мессианские общины. Есть ли в них благословения духовных потомков Авраама? Да, там все духовные, ну, по крайней мере, должны быть все духовные потомки Авраама. Скажите, есть ли там благословения благословляющих духовных потомков Авраама? То же самое, причем в не меньшей степени, чем в любых других христианских церквах. Правда? Потому что здесь нет различия. Здесь по части спасения и исполнения духом нету и не должно быть между верующими из любых народов. Аминь. Значит, здесь все также не меньше. Должно быть, по крайней мере, по определению. Теперь вступает в силу серьезнейшее благословение физическим потомкам Авраама. Правда? причем в очень серьезной мере. И это то благословение, которое фактически мы находим в еврейских мессианских общинах и в некоторых церквах, в которых очень большое количество евреев. Я знаю про такие церкви, где в Израиле, во-первых, там много, некоторая церкви в Америке. И вот я говорил пару дней назад с пастором такой церкви в Германии. Он сам русский немец, и в его церкви где-то ну, 70% русских евреев. Я с ним беседовал. Там 120 человек в церкви. Мы общались на тему дальнейшего сотрудничества. Вот. Это церковь, но там вот такое количество евреев. И уже по факту того, что там так много евреев, они начали употреблять еврейскую символику, еврейские песни. Просто по безвыходности как он. Что раз такая толпа евреев, то надо делать это еврейский. Я не сделал. Они церкви, но по-прежнему называют это церковь, все, ну вот, ну вот, ну вот, такое вот получается. Конечно, есть такое. Теперь, есть последняя категория благословения благословляющих физических потомков Рама. Даже если есть церкви, которая их сильно благословляет, все равно в еврейских мессианских общинах это благословение, оно раскрывается и должно раскрыться именно только в них в полной мере. Почему? Объясняю, почему. Нет времени на расспросы. Объясняю, почему. Потому что основной целью служения еврейских мессианских общин является спасение еврейского народа. А это самое большое благословение для любого человека, для любого народа, хоть еврейского, хоть нееврейского. Поэтому фокус еврейских мессианских общин это благословение Израиля, благословение еврейского народа. даже в той церкви, где много евреев, все равно фокус их на всех людях. Все равно они спасают всех, кого только можно спасти. Правда? И хорошо, и правильно делают. Наш фокус тоже, мы можем спасать всех, кого только можно спасти. Но фокус всегда остается фокусом. Спасение евреев, во-первых. Поэтому это четвертое благословение по определению именно здесь раскрывается в наибольшей мере. Теперь просто сделайте небольшую арифметическую операцию и посчитайте, где должно быть помазание наибольшим. И делайте выводы. Что нам нужно сделать? Нам нужно поверить в то призвание, которым мы призваны. Нам нужно поверить Слову Божьему. Нам нужно раскрыться для этого помазания. И наше посвящение должно соответствовать помазанию. И тогда еврейские мессианские общины по всему миру поднимутся в настоящей Божьей славе. И тогда они не будут арьергардом, но будут авангардом тела Мессии. Как написано у Захарии, 10 человек из разных народов придут к одному иудею, ясно, что не ортодоксальному, и скажут, слушай, веди нас, мы знаем, мы слышали, что с вами Бог. Это пророчество, которое еще не исполнялось, предварительное исполнение было его в первом веке, и отчасти во втором, когда мессианские евреи раскрыли великое дело спасения для всей земли. но его окончательное полное исполнение, оно еще впереди, и мы с вами у истоков исполнения этого пророчества. Те люди, которые поймут, во что Бог их призвал, и что Он хочет открыть ими через них, они сбросят с себя цепи, отряхнут прах, и примут это служение не как тяжелое ярмо, а как славные сияющие одежды, и не будут стесняться этого служения, но и не будут гордиться им, как гордятся по плоти некоторые мессианские служители, не будут противопоставлять это служение другим христианским служениям, но обнимутся с братьями и начнут торжествовать в славе Божьей не только ради себя, не только ради своих общин, но ради всего тела мессии. Аминь. 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 Друзья, это реальность Божия, и это место из Захарии, оно параллельно месту из послания к римлянам, которое вообще, над которым многие христиане даже не хотят задуматься, потому что оно шокирует их, потому что оно показывает невероятную роль спасения евреев в жизни церкви и в возрождении всего человечества. Вы подумайте, что здесь написано в 11 главе с 12 стиха «Если же падение их богатства миру и искудение их богатства народом, народом тут лучше читать, а не язычникам, то тем более их полнота, полнота евреев. Вам говорю верующим из язычников, как апостол народов, я прославляю служение мое народом, и как же я его прославляю? Не возбужу ли я ревность в родных моих по плоти, и не спасу ли некоторых, по крайней мере, из них? Величайший апостол народов говорит такое. Не просто он прославляет свое служение народам, как важное уже потому, что народы спасаются, но с точки зрения спасения евреев. И для тех из них, которые могут сказать «Ничего себе! Ну ты националист еврейский!» Он объясняет дальше, и это 15 стих. «Потому что, если отвержение их примирение мира, то подумайте, что будет их принятие, как не жизнь из мертвых». Он говорит, он раскрывает, приоткрывает им великую тайну. Почему так важно спасение евреев? Потому что через их спасение и их принятие для всего мира откроется жизнь из мертвых. И если кто-то из христиан заподозрит вас в том, что вы еврейские мессианские шовинисты, покажите им это местописание и еще много других. Но снова хочу предупредить вас. На нас это накладывает огромную ответственность. Бог уже помазал наше общение. Бог уже даровал удивительное благословение. Он это сделал просто по своей любви и милости, по обещанию, которые Он давал отцам, просто по завету, по новому завету с нашим народом. но, друзья мои, это не для того, чтобы мы с вами превозносились и гордились, а для того, чтобы мы радовались трепетом и восхищались благоговением этой огромной честью, которой никто из нас не заслужил. не заслужили, но теперь пора ее принять так, как Бог ее дает. И если мы ее так примем, то Бог будет нести нас. спасибо большое. Спасибо большое. Надеюсь, что какую-то пользу это кому-то принесет. Я верю, что прочитанные из послания Якова тоже как-то отложатся. И вы воспринимали то, о чем мы говорили, не просто ради послушать, но ради того, чтобы принести плод. Я прошу Тебя, Боже, пусть этот плод станет полным. Пусть этот плод станет полным. Боже, пусть все сухое будет отрезано, но я прошу Тебя, чтобы ни един из нас есть присутствие, не был отрезан как сухая ветвь. Я прошу Тебя, Боже, чтобы ни один из нас не был отрезан как сухая ветвь. И чтобы те, которые еще не приносят плода, и чтобы те, которые пока принесли малый плод. Я знаю, что я среди тех, кто принес малый плод. Боже, чтобы мы были очищены Тобой, и все сухое было обрезано, и чтобы твои соки, твоя жизнь, твоя сила наполнили нас, и ни одна капля этого драгоценного сока не было бы принято тщетно напрасно, но чтобы мы использовали в благоговении и радости и покорности тебе каждый большой и малый дар, и принесли плод, и умножали этот плод, и распространяли твое славное помазание куда только тебе будет угодно, да взойдет слава твоя над Израилем. да спасет милость твоя сотни тысяч родных тебе по плоти ишло уже в наши дни, в наши дни, Господи. Благодарим тебя, Господь, да святится твое имя во всей нашей жизни и в нашем служении, да раскрывается твое царство. Милый Аблахим. Боже, пожалуйста, помоги каждому из присутствующих заботиться прежде всего не о себе, но о твоей славе. Помоги мне заботиться прежде всего не о себе, а о твоей славе. Боже, помоги получая ответ на наши нужды использовать это прежде всего для твоей славы, у твоей любви. Пусть ничто не отделяет нас от твоего сердца. Ишло. дай нам возненавидеть в себе все, что отделяет. Дай нам возненавидеть в Духе Святом все в нас, что отделяет нас от твоего сердца. Слава тебе, всемогущий. слава тебе, сердце. Слава тебе. Вечный мужчина. Боже, я прошу тебя о сверхъестественном решении проблем моих братьев и сестер. но с тем, чтобы они делали твой выбор и исполняли твою волю. И если кто из них не призван в служение спасения евреев, пусть они ясно это увидят, признают, но всегда будут благословлять твой народ и чем смогут помогать этому служению. Те же, кого ты призвал. Пусть не боятся, не стыдятся, пусть не смущаются ни от какого страха и сомнений. Благодарю Тебя. Благодарю Тебя. Всем обучим. Господь, устрояй семейный вопрос. Благодарю Тебя. Продолжение следует...